Сегодня в нашей постоянной рубрике коллекционное, уникальное и специальное оружие Алексей Бровин расскажет нам о ружье Дарн Уважаемые друзья, сегодня я расскажу вам о легендарном охотничьем ружье конструкции фирмы Дарн Дарн это фамилия французского конструктора, который придумал вот такое необычное в сегодняшнем понимании ружье Значит, чем оно характерно? Смотрите, ну все привыкли, что все ружья охотничьи являются чаще всего переломками Если там оно не помповое, то чаще оно бывает переломкой Здесь же ружье представляет из себя горизонталку 12-го калибра с отъезжающим назад, вот с помощью такого рычага затвором Этот затвор называется затвор Дарна или ружье Дарна Закрывается он вот таким вот хлопком, ударом по этой вот бабочке Значит, здесь нет эжектора, здесь есть эстрактор Это когда вы открываете это ружье, откидываете затвор Гильзы выпадают в стороны Значит, в свое время это были очень распространенные ружья в Европе и в России Эти ружья выпускались совершенно разной градацией От простых егерских деревенских, так скажем, ружей до, по сути дела, королевских ружей В данном случае представлен экземпляр градации В-18 Это почти что предпоследняя по своей высоте, по марке градация ружья Данный экземпляр Экземпляр ружья Легошатника То есть, что такое ружье Легошатника? Это легкое ружье Это ружье, которое весит 2,6 кг Оно имеет короткие стволы Оно имеет небольшие дульные сужения Для того, чтобы можно было в поле с собачкой Достаточно долго ходить Легко стрелять на небольшие расстояния У этого ружья 70-й патронник Что не характерно было для тех времен Чаще были 65-е патронники Здесь сделана так называемая французская ложа Или полупистолетная ложа, как их иногда называли Это вот когда не полная такая вот рукоятка пистолетная А вот такая вот шишечка Такая полуанглийская, полуитальянская Так называемая французская ложа Сделана мелкая-мелкая насечечка И достаточно приличный орешек тигровый Значит, мне это ружье досталось в ужасающем виде Оно было предыдущими Я не знаю уж сколько у него было владельцев Оно было испорчено сильно То есть Его, видимо, никогда не чистили Его было отпилено Отпилено ложа Были вставлены какие-то непонятные затыльники Насверлены кучи всяких дырок В деревяшке, поэтому я принял решение деревяшку заменить Достаточно сложный процесс Подгонки всех тонких металлических деталей И здесь вот, в частности, даже костяная вставочка Сохранена была от старого От старой ложи Это ружье мне восстановили тульские мастера Сделали новый затыльник Костяную вставку Все насечки Все-все-все подогнали Я так думаю, что теперь оно будет еще долго служить верой и правдой Мне и, может быть, еще каким-то другим охотникам после меня Поверхность ружья покрыта на 97% гравировками Тонкие букетные гравировки Это называется букетная английская гравировка Когда тоненькой иголочкой Наносятся розочки В общем, некий шарм Она до сих пор модна и популярна Такая гравировка В изготовлении ружья, скажу вам сразу Принимает участие много мастеров То есть есть ложьевщики, есть ствольщики, есть граверы Это все разные работы Даже вот насечники Чаще это бывают женщины Во всем мире это как-то принято, что насечку делают женщины Потому что у мужчин считается, что терпения не хватает На такую тонкую ручную работу Здесь нельзя ничего испортить Здесь надо все четко, тонко Очень, чтобы все линии не пересекались Не сбились Все было аккуратно Ружье двухспусковое Имеет два спусковых крючка Значит, левый и правый ствол Как вводится, как положено Единственное, что я могу сказать Из достоинств или недостатков этого ружья Это то, что Поскольку ружье легкое Я еще раз напоминаю Оно весит 2,6 кг То с тяжелыми зарядами 40-граммовыми Даже 35-граммовыми зарядами Стрелять из него некомфортно Оно жестко бьется очень сильно Поэтому я чаще стреляю из этого ружья Патронами 20-граммовыми 24-граммовыми Не больше В принципе, это достаточно для нашей российской птицы Там перепела, бекаса, дупеля Вполне нормально То есть, как бы, учитесь стрелять, господа И все будет хорошо И все будете попадать такими зарядами Это ружье Еще раз хочу обратить на ваше внимание Имеет необычный затвор И необычную систему экстрагирования гильз Я хочу вам продемонстрировать Вот, допустим Выходишь, когда ты в поле Идешь с таким ружьем Поднимаете вот эту бабочку Отводите ее назад Сейчас я специально приготовил для этого пустые стреляные гильзы Вставляете Вставляете гильзу И, как полагается, вот таким вот легким ударом Вы закрываете ружье Закрываете Таким образом Да, здесь, конечно, имеется предохранитель Ружье готово к бою Вы идете по полю Видите птиц Стреляете После этого вы резко поднимаете эту бабочку И гильзы выпадают влево-вправо по сторонам Вот таким вот образом И заряжаете следующее Если гильза не выстрелилась Она остается внутри этого ствола То есть вы имеете возможность заменить только одну гильзу Вот так это происходит Разбирается ружье Это тоже очень интересно Здесь вот существует такая потайная кнопочка Нажимаете на эту кнопку Стволы отсоединяются Что необычного Что самое главное в этом ружье Дело в том, что переломки Ружья с переламывающими стволами Они расшатываются Как знают многие охотники У них появляется шат от выстрелов Здесь, по сути дела В такой конструкции ружья Шата никогда не может появиться Здесь очень сильно и плотно прижимается затвор Нет трущихся деталей Кроме ездящего затвора Отъезжающего назад Поэтому для меня, например, непонятно Почему в наше время эти ружья Ну почти исчезли То есть фирма Дарна существует во Франции И сейчас говорят, что там можно купить это в магазинах Но, в общем, это не такой популярный ружье Как было когда-то Когда-то с ним охотились и в России И в Африке, и в Южной Америке То есть все охотники знают, что это такое Знали и знают И многие их имели, эти ружья Я его очень люблю Я его очень люблю И пользуюсь, я сам легошатник И пользуюсь этим ружьем Вот так оно собирается Еще раз продемонстрирую Вставляете Легкие движения вперед И стволы фиксируются Нажимаете сразу на два курка Закрываете Это мягкое закрытие затворов Ружье не Остается без взведенных пружин С этой стороны Предохранитель Немножко остановлюсь на том Что такое ружье легошатника Чем ружье легошатника Отличается от ружья нелегошатника Ружье легошатника Самая главная задача Ведь охотник ходит целый день по полям В принципе, каждый лишний 100 грамм Имеет большое значение Это ружье сделано таким образом Что Здесь как можно больше Снято всякого металла И как можно меньше Старались сделать весом это ружье Если вы обратите внимание С внутренней стороны стволов Нет планки соединительной Для этих стволов Это сделано для облегчения Здесь планочка С этой стороны есть Она очень тоненькая Она утоплена почти до середины Почти до оси стволов Просто ради того, чтобы их соединять Припаяно все это очень хорошо серебряным припоем Все это крепко Все это надежно держится Стволы не длинные Таким образом, они весят очень немного Легкий, тонкий, изящный приклад Тоже лишнего веса не создает Ну и естественно Некомфортно стрелять Тяжелыми зарядами То есть заряды, как я уже говорил Должны быть 20-24 грамма Ну 28 грамм может быть максимум Дальше уже становится некомфортно Выстрелы некомфортные Дальше уже становится некомфортно